Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Inmate, с вами Каспер, и с нами финал Beyond the Summit World Tour. Мы дожили до этого момента, мы наконец-то смотрим, показываем финал Beyond the Summit World Tour. Counter-Logic Gaming против Invictus Gaming. Вот так вот. Как тебе прошлые игры? Полуфинал. Отличные! Вообще шикарные, я давно так не радовался. Первую ты видел? Конечно, ты что, я смотрел её почти с самого начала. Ты вообще видел, да, что это была за гениальная игра? Конечно, я видел. Я тебе говорю, вот, Мат, ты правильное замечание сделал, что в M5 четыре игры успели бы сыграть. Слушаем, что там в каждой. Итак вот, пока есть время во время пика, может, я там одну штуку проверну? Ну, давай. Смотри, короче, у тебя была программка Darility, правильно? Ой, этот, ломали тебе. Да-да-да. Вот, помню, ты ещё небольшую программку Darility от меня. Вообще говоря, была же история с Лолом, что у них там Радик пофиксили. Вот он раньше дамагал, допустим, 50 единиц, стал дамагать 47,3, допустим. Поэтому, товарищи, кто первый напишет в комментариях в ВКонтакте, в группе Каспера, у какого героя прирост силы 2,65, тому я подарю странный мяч Риггернаута. Ха-ха-ха, какой хитрый. Вот такие дела. Я сейчас пошёл искать. Ровненько 2,65 просто силы на уровень. Так, я думаю, народ там пока сейчас поломится. В общем... Ну, а с временем у нас до пика, это мы все расскажем. Ты, кстати, видел баны? Да, видел. Это просто, я не знаю, что с ними случилось. То есть, ЦЛГ что-то знают. Потом я посмотрел пики и Микс Гейминг, они тоже что-то знают. Ну, я думаю, что после вот этих банов на стриме должно прибавиться тысячи-две людей. Это как минимум, и плюс игра обещает быть уже захватывающей. Потому как Ликантроп, Инвокер, Фурион, все вот эти активные ребята, они сейчас будут в игре. Ну да, самое... Ой-ой-ой, Нага Сирена. Нага Сирена, вообще хорош. Завози. Завози. Китайцы и... Могут же. Опасно. Опасные ребята. Итак, а эти же кого возьмут, интересно. Тут у них реально большой выбор. Нереально большой. Да, есть такое. Сейчас они тут как выдадут, и мы стоим офигеем. Ну давай, пять секунд времени. Где экшен? ЦЛГ, давай. Киржаков. Не, сегодня пайкат просто на Киржаковил по полной. Да-да-да-да. Нормально. Он, наверное, ну, не знаю, Торнадо 3-4 попал за всю игру. Зато главное желание. Конечно, конечно. О, все, я себе настроил трон. Чтобы он качался. Какой еще трон? У нас Вилат в студию прикупил трон. Отлично. Отличненько. Я теперь просто сижу, ноги на столе, сигара, виски. Стримлю доту и думай о ней. Конечно, конечно. Так, ладно. Все нормально. Дарк Сир. Ну, в принципе, разумное решение при наличии Нага Сирены у команды противника. Да. Ну, вот именно Рубик. Почему? А, знаешь, почему Рубик? Сон. Да, что втырить сон. Хотя я не знаю, каким макаром это будет делать. Как он это будет делать? То есть, у тебя летит сетка после сна, и ты уже ничего не можешь спереть. В общем, он тырит сон, и все. И то же самое, только наоборот получается. Просто гений. Так, а ну-ка, Invictus Gaming, порадуйте нас чем-нибудь веселым. Эли миллион. Энигмас энд Кинг. Ага, все это ты это. Или Шрак. Эйфорион. Никто не угонял. Это Пуш меня полностью называется, да? Ну, сейчас еще надо Пуджа забрать, командный СЛГ, и в них все вообще получится в этой игре. Кстати, без Пуджа дела вообще не будет, есть инфа. Давно не было, Пуджа, пора бы, пора. Блин, я прочитал новость про Диабло 3 и понял, что беда. Да я ударил вчера Диабло 3. Зачем? Ты новость, видимо, не читал, да? Ты фиксируешь. Есть Дота 2. Есть Дота 1. Как же, зачем Диабло 3? Какое это там Диабло 3? Действительно, ну, 3. Таркану 12 лет или сколько там, 11 сегодня исполнится, то это я поиграл бы. Так, Веномансер! Так, и вот тут же возникает вопрос, а с чем они будут на год убивать? Вот у них есть классные три героя, которые ей особо-то и не мешают. Если бежать не могут, убить не могут. Нафиг нужны, непонятно. Ну да ладно, сейчас посмотрим. Да посмотрим, что у них получится. Сейчас, с одной стороны, котлаберут, с другой стороны, тинкеры. Они вдвоем один пушит, второй дейфт. Все, да, минут 70. Там народ уже ликует, что ты на стриме. За тобой соскучились. Да я рад. Всегда рад. Ну, вообще, я понимаю, что у всех есть кто-то, кому нравится, кто-то, кому не нравится. Надеюсь, что тех, кому нравится, их чуть больше. У нас там Феррари по КД подсоединяется, присоединяется, что-то ему не нравится в этой игре. Решили все-таки с гейминг, что не стоит. Испытались бы еще два раза и забанили ликантропа. Хм, интересно. Такие, мол, пофанились в первой стадии, и ладно. Повезло, просто повезло. Вообще, считается, что Нага Сирена, типа, как бы даже пожестче волкат. То есть, она в ту же сетку у него кидает, и он все. Говорит тебе пока. Но это, опять же, если у тебя Нага Сирена нафармила больше, чем волк. Поэтому тут так сразу и не скажешь. Ну, и сам Эпик, это как кто-то из команды противников против Наги собирает БКБ. Делается сон, когда у того БКБ. Этот парень с БКБ запиливается вручную быстренько. Да, есть такая стратегия. Сжимается сон, и дальше 4 на 5 уже драка идет. И вроде уже и не очень. Такая тема тоже есть. И неоднократно мы тоже подобное видели, когда влетает какой-то там, лишь рак начинает на всех гореть. Такой БКБ крутой. Сейчас мы их до всех убьем, тут бацон, и он уже один в тылу врага. Да, и тут на него просто такие 4 или 5 пацанов поворачиваются, мол, здравствуй, лось. Сеточка, он такой, оп-оп. Да, зарогай его и об землю. Надо тогда еще этот Глоскипетр как-то брать. А он вроде как в БКБ не прижимается. И вообще все плохо. Так, ну вот сейчас Сент-Кинг, слушай, я говорю, что действительно не хватает только Дарксира, которого вовремя забрали CLG. И как бы все. Раньше же была идейка, то есть пикаешь на Гусирену, ладно, я вижу, что противники так нормы стоят, более-менее кидают сон. Подходит спокойненько Дарксир, подходит и Энигма. Дарксир их тянет, Энигма ультует, отпускает со сона и минус 5. Есть такое? Такое-то, знаешь, это слоу-мок комбо-брейкер. Такое для этих, для слоу-поков. Ребята собрались, надо их убивать. Подошли. Ну, кстати, Штор Спирит, как тебе? По-моему, неплохая идея. По причине той же сетки, того же Флориона, то есть он отлично их будет. Ого-го-го. Шаду Финт. Как давно мы его не видели в нормальной филе. Вот они, комбо-брейкеры моей мечты. Хорошо, что я на ЕГЭ-то поставил все танго. Я бы уже доволен их пиком. Ну, вообще, я заказывал просто 2-0 по-быстрому и... Спать я. И чтобы мы пошли спать домой. Ну, идея неплохая. Бо-3 у нас намечается. И было бы неплохо сыграть в две игры. Из-за ростера, зрителям охота 3, и что бы с мясом. С переворотами и минут по 80. Полт с постоянного экшена. Ага. Вот и Нима. То есть у нас сегодня комбо-брейк на комбо-брейк. Такие, кто кого перекомбо-брейчит? Вот мне все равно больше нравятся ЕГЭшечки. ЕГЭшечка, как ты их ласково называешь. И такие няши. Так, у меня пока небольшая проверка связи. Да, пока пики шли, у нас тут нормальный народу на стриме прибавилось. Ну так. Финал же. Да, финал. Финал. Точно, точно. Ну что, друзья. Команда Counter Logic Gaming. Мизери играет на Шторм Спирити. Акки. В Силджи Акки. Виномансер. Пайкат на Рубике. Лакост на Дарк Сири. И Миракл играет на Энигме. Команда Инвиктус Гейминг. Да, Кулбанс пишет. Мизери. Я думаю, его пацаны, точнее, ЕГЭ должны ответить. Вы свои вообще видели? Так. Уф. У нас Фурион. Голый Фурион. Только вот в одном жерелье. Жоу играет у нас на Наго Сирене. Это у нас тут кто? А Фейс. Да, на Лишраке. Чуан Сенткинг. И Феррари играет на СФ. Ты мне еще скажи, надо делать, чтобы меня было слышно в ЕГРе или обойдутся? Да не, я думаю, нормально будет. Да, да. Там это уже намекают. Не, можешь включить, чтобы тебя всегда было слышно, но ты у меня замучен. Ну нет, я у тебя тоже замучен, у тебя тоже. Ну, я имею ввиду, нужно ли это зрителям? Лучший вопрос. Ну, зрителям, в принципе, нужно, потому что билеты же на турнир продаются в этом. Так, ну будем надеяться, что сейчас заработает. Чуть я там понажимал. Давай там понажимай что-нибудь, и должно, по идее, все заработать. Да, кстати, мы общаемся посредством твиттера, по хэштегу SLTV. Заходите, пишите. Так, допустим, я есть, вот сейчас. По крайней мере, отображаюсь у себя сам. А, ну у меня ты не отображаешься, по идее, все нормально, значит. Значит, это так и оставим. Ты у меня тоже пропал почему-то. Да, хорошо. Так, у нас там, кстати, First Blood уже есть. Да, минус Darkseer. Darkseer, кстати, против Наги Сирены, это вообще просто беда. Darkseer просто вот качнул раньше времени Iron Shell. Слушай, а мы это уже с тобой видели как-то. Darkseer, который с Iron Shell стоял, это седьмое первое уровня. Ну что, нормально. Я помню, недавно кто-то мне скидывал видео с последними 30 секундами про Darkseer, а там нормально. Я тебе помню, скидывал про Warlock нормально. Ну да, да, там Рошан с этим... С бандами, это же вообще беда. С бандами, да, и на Рошана, это вообще реально беда. Просто реально одну игру чуть не проиграли. То есть, Вадим умирает, забойник, он купается, а на нем висит бант, на Роша бант. И пацаны как раз его бьет. И вот он пока до первой пачки в лесу бежал, уже 100 хп осталось. Прям чуть-чуть нам повезло. Ну так там у Рошана реально, вот сейчас посмотреть, у него сколько там, 7500 хп, это 20%? 20%, это забей. Это просто забей. Реально, пацаны убивают Рошана, минус вся команда, если бандцы висят на нем и на команде. Сам эпик, это кинуть на Рошана банды, и они сами себя уют. Так, ну вот, Дарксира решили оставить, получает он второй левел, и стали они его сразу прям убивать, повторно. Так, ну вот, у Дарксира второй это, конечно, уже немного не то, что такой, уже более-менее сможет находиться на линии, там, раскидывать. Но если в него впадут сеточкой, то 600 хп они втроем с таким пиком заберут легко. Плюс сейчас или Шак получит, Диаболик или Молния, что он там силы будет, СК будет посильнее бить. Так что беда ему на таком лайне ставить, очень-очень аккуратно надо подпушить лайн. У СФа там была беда в миде, у него подрезали, точнее, урон, но все равно Пайкат может умереть. Да, хороший койл был от Феррари, и забирает наичерус профит этот фраг. Да, только непонятно, почему Пашка отправил именно это дерево. Как-то он в обход пошел. Не знаю, не знаю, может мисклик какой-нибудь. Ну, неважно, дерево съел, молодец, среагировал. Не жалею, СФ вообще кайлов, но наботал, нафармил. Слушай, СФ-то я подумал, вообще грустно стоять у него. И так-то своей атаки вначале немного, пока не наберет душ. Да, так, то есть он реально там левела до третьего, пока не будет хотя бы вторых кайлов, крипов, вообще, ну, туго добивает. Да, тут то, что вот прилетел Фурион, быстро они забрали Рубика. Успел Фурион, не Фурион, СФ-12 душ набрать, то есть попроще ему теперь будет стоять. И да здравствует Дота 2, у меня голый Фурион. Ну, у меня тоже, я об этом тоже вначале сам говорил, что он бегает просто такой, держит руку с воображаемым посохом. Почувствуй силы, юный подаван. Просто джедай. Джедай, джедай, да. Так, ну а СФ уже с ботлом, СФ с ботлом, и Рубик, я думаю, может особой булки не расслаблять. Он по XP сейчас немножко уступает. Еще мне нравится, в чате на Омэнде пишут, ребята, что типа команда ЕГЭ все рогатые. Что-то мы не знаем про китайских дотеров. Ну да, 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 прикольно. Так, ну и спокойно, ребята, формят, как-то вот 2-0 у нас счет есть. И игра подуспокоилась как-то, никто никого не напрягает. Спокойненько стоят, формит топ, формит ботом. Не, я смотрю просто, как сейчас СФ стоит в миде, потому что больше наблюдать особо незачем. Энигма тут в лесу троллей формит. Мизери пытается сейчас просто сделать пул крепков. У него это получается, но он одинарный, поэтому это нехорошо. Уф пытается с Игмой там в лесу бороться. Вот Чуан с Фейнта просто отводит по КД. Пытается опт набрать. Ну, кстати, есть у них неплохо так. Третий Лешак уже, вторые Диаболики. Да, Лешак, кстати, вот... Смотри, что делает Скорпион. Просто сейчас вот. У него там... Ой-ой-ой, опасный. Просто птицы фермы. Сейчас еще не появятся. Не, не появятся. Плохо отвел рано. Просто раз, два, три, четыре. Это падение на Фуриона, на СФа. Попадает ядами на Мастера, это будет минус. И Рубик такой со злости. За все ему. Да, Рубик серьезно. Вещь такой, смех пошел в чат от Рубика. Костович сейчас все заберет. Мне кажется, Пайкат примерно с таким же смехом сделал последний выстрел. Смотри, сейчас там на топ перемещается потихонечку Виномантер. Но проблема в таких гангах в том, что... Днем очень сложно что-либо подобное провернуть. Ну, как смог. Сейчас смотри, вот бедный Фурион попытается улететь, но его станет само собой Мизери. Попробуют они его допустить. И успевают. Забирают они Фурион. И сейчас, возможно, будет попытка подпушить немного тавер. Смотри, на нижней линии сейчас забрали все-таки Дарксир, вот то, про что мы говорили, там сетка попала. И никуда ему уже не деться, да. Быстрее вот так. Там два стана, да, вообще действительно без шансов. Фурион, кстати, сделал байбэк, решил не сидеть долго в таверне и вернулся быстро-быстро на линию к Мизери. Не знаю, насколько правильно. Можно было же куда-нибудь пойти в другую сторону, а пусть не ганг сделать. Все равно, то есть кат уже нет и вышку не сломают. Так, и пушится ботом тавер у команды CLG. Да, с вторыми диаболиками неплохо получается, просто сейчас глиф артификации был за юзом. Больше всего бесит. Всегда, когда лишащие диаболики, встают за этот глиф. Ну, правильно, потому что в результате этого, да, типа большинство ДПСа съедается. Так бесит. Шестой Фурион успел забрать где-то. Так, и Рубик тоже шестой у нас с третьим койлом. Ну, нормально, у Рубика и так демэджа много. А так, прикинь, он телекинез и просто по всем койлом. Еще, да, да, да. Пятьсот дамаги у него сейчас есть с двух костов. Хоть всю пачку забирай. Там даже если СФ сейчас попадется, то ему может быть очень-очень неприятно, опять же, попасть на два койла лишних. Так, а, все нормально. Я просто подумал, что если Рубик сопрется, пожирай не и душ. Подумал, что вряд ли у него это получится, так как не активочка. Так, и падает первый тавер. Это у нас Чуван себе забрал, наверное, нарканы будет копить. Купил он телепорт, готовится, я думаю, ганг в какой-нибудь топ-лайн. Ну, или просто на сейф. Причем, мне кажется, что вот куча спаунов, которые вот они делают, это все потом зафармить на ганг. Когда вот будет просто по иллюзии посылать туда, и с помощью того, что на иллюзии работает пассивочка, пассивочка-активка, будет фармить много-много-много леса. Так, я же смотрю просто за Сын Кингом, что он будет вообще с этим всем караваном делать. Так смотри, я говорю, потом нага делает иллюзии, и с каждой иллюзии отправит на спауна на один. Два-три прогулы, и она фармит вообще весь лес. Или СФ про Скайлайн сейчас заберет. Блин, не получилось еще одних совухов сделать. Ну, получилось с отиров. И смотри, сейчас просто СФ, седьмой левел, 900 голды, 1000, 1100 и... И Фурион помог. И Фурион, да, 1500 просто. Нормально так, да? Поднялись. Да, неплохо, неплохо. Сейчас открой табличку по голде, и увидишь, такой резкий скачок, когда прогрузится. Так, я вот сейчас смотрю, собираются, точнее, СЛГ убивать тир-1 на топе. Чем-то так успешно собираются, уже зашли за вышечку. Есть анигмы со шестью долонами, есть Рубик, четыре героя, и Табру падет. Пытаются в ответ что-то сделать в центре, у нас там в инвизии Ишрак. И Феррари-то без мамы, не хватает ему немного. Есть еще Фурион, такой, этот Абрубик бегает. Но у него есть Медас. Себем-то, хорошо. Так, у него он еще и раньше мог появиться, он еще байбэк там делал. Просто байбэк там забрал у него голды 250 где-то. Не, он просто прилетел, он добрал фаст 6 левел, потом уже 2 влита дал. Нормально, тут поднял денег. Смотри, сейчас готовился, точнее, заходить Фейс, но очень вовремя тут Брю, ой, Брю, Мастер, Шторм Спирит поставил засветку. И Фейс тоже очень вовремя успел отойти. Вовремя, отшел, да. А то могли за ним и нырнуть, там, Мизери с ультом уже был готов на него влетать. Феррари с хостой очень опасно для Рубика, у которого 770 хп. А Рубик такой огрызается кайлами. Так, а на нижней линии тем временем продолжает Жоу фармить. У Жоу уже полторы тысячи есть, слушай. Аркан Буци, Базила и полторы штуки по фарму, в принципе. Да, именно Жоу является фарм-лидером, 3 700 у него. В общем, неожиданно тогда. Да, и 3 600 эсэфчик. В общем, Мастер забрал же очень много фарма. Да, вот здесь. Вовремя листых войн, и как-то вот... Неожиданно, что его обгоняет нога сирена. Так, и что, тут смок будет какой-то? Или нет? Нет, нету смока, ни у Пайката, ни у Аки. Просто они как-то собрались, постояли и разбежались. Так, ну счет пока 3-2. Вроде пока еще нормально. Продолжает Рубик украсть кайлы у Феррари. Надеюсь, я не знаю, что-то другое украсть или... Странно, если у Сэфа нет ульта, что он на чем может попробовать у него украсть? Ну, тай. Просто кулдау на него прошел, и пропали старые. Ну, может, может. А так еще и четвертый в придачу ко всему. Ну, и выруча, тут и пачка есть. То есть, Рубик отлично может отпушить в соло. Смотри, сейчас дальний койл и молния. Да, неплохо так. Ему теперь даже сук парит. Смотри, смоки заходят и г. Да, нападение сейчас будет на виномастере, это будет минус быстрый. Попытка еще сцепить панду, но... Видит, что у него очень много маны, и не стали трогать мизери. Виномастер там даже левел 5, он... Если бы и захотел, то... Вряд ли бы что-то сделать. Но, с другой стороны, это тоже левел 5 у... Ишака и Скорпиона, так что... Не особо-то и отставит по опыту. Хотя перевес уже в полторы тысячи. Ну, там за счет того, что много сирена фармит, вообще не отходя от кассы. Причем она успеет фармить и лайн, и лес, и все у нее очень хорошо. 56 скрипов, 8-6 и 68. Ну вот, да, Экспа в минуту... Хотя нет, смотри, много сирена находится всего на 4-й позиции. На первых позициях двух находится Фурион с СФом. Да, ну, один за счет Смидаса, второй за счет Леса, я понял. А вот как Шторм Спирит там оказался, пока непонятно. Причем разница у Шторм Спирита, смотри, совсем небольшая по Экспе. Да, ну, просто он-то не стоял один вообще, то есть с ним все время был виномансер. Один раз он уходил в ангаде-центр. Так, Рубик в Инвизию ждет, когда кто-то появится под Тауром, а под Тауром никого нету. И не появится. Это досадно. Ганг года просто так. Очень обидно. Ты приходишь кого-нибудь убить, а никого нету. То самое чувство. Это да, тут можно уже делать целую серию комиксов. В Инвизии с хастой из ДД, да, и никого нету. Ты играешь с Ботами. Так, и Нага все-таки обгоняет всех по уровню. Да, смотри, сейчас будут пытаться поймать Шторм Спирита, выходят из Смака, но Мизери тут улетит, естественно. Ну, попытка не пытка. Сто голода потеряли, ну ладно. Есть Мека у Мирокля. Оперативненько. Соловый ринг, Смоук, Мека. То есть один виномансер страдает. Навиномансер там стоит в миде и думает, как же вы мне все дороги. Смотри, число от СФ, а это будет минус СФ. Да, это даже, возможно, минус 2. Посмотри, Лешрак подходит. Станчик попадает по одной Энигме. Профит убегает, но Мизери его, конечно же, должен убивать. Хотя копают, но нет. Сейчас просто прилетит Мизери, да, и забирает Фуриона. А также должен забирать сейчас, да, Лешрака. Минус 2 от СЛЖ. Даблкил Шторм Спирит. Неплохо. Кто-то пишет, болею за СЛГ, но эту игру выиграют ИГ. Не знаю, я бы не был столь уверен. Хотя, Нага Сирена и все такое. Посмотрим, в общем, как будет проходить именно реализация комбы. Назовем это так. Что там внизу? Вниз, кстати, так Сирена и не пришла. Сирена просто ушла в мид фармить. Да, Стик, Бустер, Винг в Базилиус. Сирена понимает, что тех 800 или 900 хп, сколько у нее там было, крайне мало. Тем более, что ПТ нету. И хп вообще неоткуда брать, по сути. Достаточно дефолтная Сирена, там, Вангварды, Тараски, которая просто живет. Так, и что у нас здесь? Дарк Сира. Дарк Сир тоже там собирается себе Вангвард покупать. Правильно. Ну, а в миде пушат Феррари, Чуан и Фурион. Против трех вардов Виномансера. Вроде по шансам. Да не особо по шансам. Как-то, мне, Замеки хорошо отпушивают. Приходит еще сюда Жоу и будет забирать Ставра. Не хватает немножко Блокхола. Чтобы задавить этот Тавр, и... Крепы забирают Тавр. Так, что там у нас вообще ситуация? В целом, по деньгам у нас перевес в пользу команды Ingus Gaming более тысячи, а по экспириенсу уже старая не проигрывать больше тысячи. Неожиданный поворот. Почему так интересно? Что же случилось? Ну, я даже не знаю. Может, мы что-то пропустили? Может, там тоже какой-то такой пул крипов? Может быть, ну, сам посмотри. То есть, был перевес в полторы тысячи и моментально до плюс тысячи. В другую сторону. Да, видел, видел. Ну, смотри, сейчас пытаются убить Рошана. Силджи. Ну, я думаю, у них все получится. Есть Змеи, есть Идалоны. И... Бей не хочу. Также Мека есть. Да, Змейки там нормально сейчас пока нарезают. Идалоны тоже справляются. Рошанчик еще не особо мощный. Поэтому эти ребята могут... Силджи раз в пять минут, поэтому... До пятнадцатого они отлично справились. Так, Лишрак убивает тем временем Рубика. Да, и минус Рошан. Миракл забирает. Да, он такой, да? Он был 4 на 1. Тяжело было что-то сделать Рубику. Либо какой-нибудь блинг выспереть, а его нет. А, СФ выходит на топ. Вообще, если честно, мне кажется, то, что СФ вот в этой игре сделает свое дело. Мне кажется, что СФ, что фуришь, что Нага, вот они второе общественно формят, и... Нечего убивать. Столько всего одним Штурспиритом, что ли. То есть, как-то Энигма, вот она дала прокаст, если не убила... Ведомастер тоже дал прокаст, и если не убила, то дальше им будет очень грустно. Да, и Нага Сирена скоро будет одиннадцатая. Скоро будет кулдаун поменьше. На ульте, хотя до сих пор мы не видели, чтобы китайцы использовали эту комбинацию. Яростную, ради которой берут эту Нага Сирену, собственно говоря. Ну, я понимаю, это, типа, не критично? Сейчас ты ее завязаешь или потом? То есть, Сон есть, и на нее нападут, она завязает. И нападут не будет. Так, что там с Руной? Непонятно, что с Руной. Руна появляется внизу, это Руна Регенерации. Вард стоит, Рейдентовский здесь. Видят это ИГ. Что там происходит? Видят, что по нижней линии идут Эйдолончики. Там, и... Рядышком Лакост еще имеется. Но нечем с Рейнджа влетать. Вот нету никакого там Штурмспирита, который бы цеплял. Да, обидно, что... Чего-то такого нету. Да, у Санкинга тоже и даггера нету, чтобы влететь. Вот было бы чем цеплять, было бы проще. А то вот так, Рей не летает, что он спирит с Орчидом, и ему как-то все равно. Найдет он кого, не найдет, а от всех он может улететь. Еще заметить, Паукарта обезжала, сейчас будет нападение на Фуриона. Но уже прилетел на сейф Скорпион. И передумал, что распирит. Так, и, наверное, это будет попытка чуть подпушить мид одновременно с ботом-лайн. Так, Жоу, сетка. Хорошо ульт Фуриона. Стяжечка отличная, но это минус будет. Падает не шаг стану. И вот самый сон. Да, Энигму догнали. Все, это минус Энигма, и Миракл тут как бы он не блэкхолил. Ну, я думаю, даже не будет футацию. Да и быстрый минус, сейчас он еще раз появится и огребет. Ого. Ай, не по таймингу. Ну, почти, почти. А мог хорошо, красиво все сделать Фрари. Не будем хайлайт износить. Есть БКБ у СФа. Есть Мяку у Фуриона. Урну себе сделала. Так, и... Сейчас появится Тараска, Кужел. Чуть его саду в армите. И там Фари пролетает на ботом-лайн. Ну, тут же на него нападает Рубик вместе с Фа. Что он спит? Хорошо, Сынкин, посмотри, очень вовремя влетает. Сейчас будет проблема у Мизери. Мизери нету мана для того, чтобы далеко улететь. Фурион еще одну плюшку бы дать. Тавуруля не бьет. Гонят все его... Но там Арканы. Ну так это очень было близко. Слушай, ведь они догоняют как-то его. Смотри, гонят, гонят дальше. Триста-трисотдесят пять мувспиды и маст ТП. Сейчас будет драка, я думаю. И не очень хорошие. Да, посмотри, сейчас Сынкин должен просто всю эту толпу копать. Да, копает троих. И нет, не уходит отсюда. Под Тауэром, конечно, да, Смакевич не очень. Да, ну быстро убил Фурион с ТП бедного Мизери. А он выкупается и возвращается. Цепляет Жоу и попытка его забрать. Еще, смотри, дотягивает Зарксир и это стан. Да, еще байбэк, ты посмотри, сейчас заходит Феррари. С другой стороны сейчас. Не Лотари, это Венвизия. Какие перевороты, а? А то в одну сторону, а то в другую. Качели мы с тобой пронаблюдали. И Чуан торжественно постукивая по земле, прошелся вихрем. Потрясающий Скорпион. Так, ну я думаю, сейчас Мизери все-таки найдут. Нет у него телепорта еще. Хотя нет, не побежали, решили, что догонят Аки. Или типа Афурион сейчас будет закрывать. Что вообще вытворяют эти ребята? Просто посмотри. Вот это экшен Дот. Они вот CLG, походу, отвыкли вообще от такого. Они не понимают вообще, что происходит. Почему одни бегут сюда, вторые бегут туда? Что вообще это такое? Что происходит, да? What the fuck is going on here? Объективно, сейчас этот замес команда ИГ все-таки в свою сторону обернула. Хотя опять масса ТП, и сейчас что-то будет. Дарксир, стяжка, хорошо горит, все. Пайкат, пайкат, дружище, телекинез есть, инфа можно юзать. Нет, пайкат умирает здесь. Да, ну, что он мне дает фраг. И это размен еще, минус один герой. Да уж, да уж, да уж. Ну ничего, смотри, там Фурион-то мека. Сейчас еще, кстати, ульт откатится у Фуриона. Иии, давай, давай, заряжай. Все, пошел ульт Фуриона. Мизери отъехал. Блэкхол, хороший Блэкхол, по двоим. Но, кстати, много урона ведь может хватить. Нет, пошел под хил, моментально есть. Койл был и минус Дарксир. Вот, не хватает давали, что я и говорю. То есть Блэкхол здорово, стяжка, еще лучше. Другие герои нужны бы немного. Что Виномастер, что Рубик, но не делают урона в таких местах. Какой-нибудь антимакс, Баттлфури, что-нибудь такое было бы. Да уж, ну посмотри, там сейчас по фарму-то очень плотно вырываются вперед. СФ 9700, Фурион, 7500, Нага Сирена и 6,5 всего лишь у Штормспирита. По деньгам вот общий график уже просто резко скакнул вверх. Вплоть до 4 тысяч. Да не только этот график, еще и график наших Зитерей. Он тоже неплохо увеличился. Так. Что-то у Лешрака. Лешрак с урной, понятно. Но СФ, да, СФ БКБ и 2600. Я не знаю, что он будет дальше собирать. Да, если откроешь графики, там тоже такие приятные цифры. Перевес под деньгам уже в 6 тысяч за командой ДЕГ и по опыту в 9. Даже так. Ближе 10 идет. У Дарсира 1 ВГ. У Энигма пол БКБ. У Рубика есть без рецепта ЕУЛ. Кстати, неплохой вариант. Мизери, кроме Орчетта, ничего и не собрал. И Виномастер, само собой, с одними арканами бегает. Хоть у них и был Рошан. А в ответочку все в разы лучше. Смотри, что пловят Лешрака. И Ману, конечно, сейчас Скорпион достанет. И, смотри, СФ, добил. Есть ульта. По культуке улететь. Недолет. Да, у пацана бензин закончился. Раненые в руку Чапаев плывет. Неприятность выдалась для Шторма. Ну и смотри, на топе сейчас убивает Пайката. Или Миракла. Или и Пайката, и Миракла. Хотя нет, выживает. И тот, и другой. Слушай. Выживает. Да, неплохо так. Разрулили ребятам. Да Хекс бы еще Фурион. А он, видишь, после меки стал себе селать Аганим. Нужно ему, не знаю. Да ничего, скоро Нага Сирена будет участвовать в драках. И скоро будет все очень хорошо. Тем более, смотри, у нее еще есть Тараска уже будет. У нее уже есть Тараска, да. Так что ее будет очень тяжело убить. У нее сейчас будет примерно 2 с половиной ХП. И как бы, с чем они ее собираются убивать, непонятно. То есть просто нечем. Шторм не делает столько урона. С таким закупом. И попытка сейчас будет драки на топе. Забегает на хосте Дарксир и ее будет цеплять. Да, есть Меллифайз. Но... И Феррари тоже нападение. Смотри, Шторм там набросился просто на СФ. А СФ раздувается. Про каст, хорошо. Сбрил ХП, но его просто руками иллюзии запинали. А вот и врыв уже от Жоу. Вот и врыв от Чоуана, минус 1. Мизери улетит. Ох, как ульт Фуриона, 7 ХП остается! Сон, сейчас будет когда стан. А не, я думаю, по таймингу отожму. Мод, и это будет минус Мизери. Все, минус. Все сделали. Очень четко все. Так, и Санкинг покупает себе даггер сразу же после драки. Смотри, там Рубик просто копает полностью пацанов. Беги, дружок, давай, мы в тебя верим. Хороший даггер от Веномансера. Отлично Рубик себя поднимает. Но его все равно... Ну, это его вряд ли спасет. Сейчас будет стан уже от Фуриона, и это минус. Да, там Рубик тоже все четко весьма делал, но слишком много дизейблов, слишком много пацанов было рядышком. Короче, прискорбно все вышло. И это минус Тир 2 на топе для команды Invictus Gaming. 20-10 они ведут. Неплохо, скажем прямо. Совсем неплохо. Так, ну и Фурион собирает Аганим. Причем не просто собирает, он у него уже после этих крепков будет, судя по всему. Да-да-да, сейчас добьет еще одного последнего. Есть у него уже Аганим. И сейчас просто вот эти ульты по 500. Они и так будут лица разбивать. И на Мансеру, там, Рубику тому же. Кстати, у Рубика вообще ничего нет на ХП. У него Юл и Аркан Буцы. Вот просто залетело только что в Дарксира. Ааа, последняя плюшка не достает. И он, и у Дарксира летает, посмотри, закинул двух ребят на хайграунд. Ну, один загрузил, второй с телепорта. Только вопрос, когда? В это время надо что-то делать. Вот, быстренько забирают сначала Пейнта. И будет попытка забрать либо Сичуана, либо самого Пашката. Да, ну Пайката минус-то, понятно. СФ все это так, пронаблюдался с верхотуры. СФ, да, СФ до сих пор, у него там 3 секунды кунтаума. БК, БКП, Яши, ДД, все у него есть. Сейчас, смотри, Фрё, он его вынет из-за подни. Но все равно мило получилось. Дарксир ушел там на Ласт ХП. Смотри, Жоу просто набросился на Мираква. Можно было поржать, еще кинуть на кого-нибудь щит. А они там друг другу горели. Так, попытка нападения на Чуана. Ну и тут же из-за астанционных, спокойно они сейчас сойдут. И открытаешь с... А че он просто с ульта, смотри, залетать сейчас будет? Да, и отменяют. Ну и поздно отменил, но все равно этого хватило. Хотя с Орчады догорает. Ну смотри, сейчас... Сеточка, хорошо, по Дарксиру. И сетка-то очень долго. Смотри, просто две тычки. Минус-1, еще тычка, минус-2. Тут еще и Шторм Спирит, но ему ничего не поможет. Улетает Шторм. Есть у него Боттл, но... И возвращается просто с СФ-ом. Хороший стандлей широка. Попадает четко. С Илюзией борется по Шкатам, не может победить. Да, минус Пайкат. Но тут, короче, понятно, это уже ГГ, потому что тут Инвиктус Гейминг... Просто у них уже Огрофарм. Фигней страдают. Такие герои, что вряд ли команда... ЦВГ сможет что-то с этим сделать. Там уже некем, нечего делать. Да, ГГ ГЛНЕКС пишет, Пайкат. Хорошо, быстрая весьма игра получилась. 26 минут всего она длилась. И спасибо командам за действительно интересную... За рубу, за экшен. Да, и вернемся к начальному вопросу. Прирост 2.65 был у Омник Найта. Тому, кто там первый это написал. Потом я отдельно отпишу. И по поводу второго вопроса, да? Сможешь что-нибудь придумать объективное, адекватное? Про доту, например? Ну, например. У нас любой вопрос устроят. Блин, я не знаю. Давай мы сделаем по-другому. Мы вот сейчас уйдем на перерыв. Может, там кто-то что-то из нас придумает. Ну да, и вернемся, расскажем. Вернемся, расскажем. Пока будут пики-баны, например, разберемся, кто что там получит. Хорошо, все, давай. Тогда уходим буквально на минутный перерыв. 5-10 минут, да, когда игра начнется. И врываемся на следующую игру. Спасибо.